Я ее обожаю, Инессу, поэтому у кого какие-то проблемы, ребята, послушайте ее лекции или запишитесь к ней на прием. Или как она говорит, пишите мне в директ, потому что она много лет прожила за границей. Ясно, комментируйте только то, что нужно. А что нужно, я не поняла. Может, я что-то пропустила, напишите еще раз. У меня же лента то скачет, то виснет. Обожаю вас всегда. Любовь, вы мое море. Вам нужно, чтобы студийные записи вам присылали на рассмотрение. Мне нужна профессионально сделанная демо. Не надо... Можно напеть под гитару, но это должно быть профессионально. Не надо петь... Я напела вам в диктофон, или я прислала вам стихи, а вы закажите музыку. Я не заказываю. Меня уже это достало сильно. Хотя на сайте все указано. Указано. Налиточка вчера смотрела слабое звено с вашим участием. Женщина, которая кое-что умеет. Вы всегда были необычны. Спасибо. Ой, боже, сколько же лет этой передачи? Я не понимаю про слабое звено. Это было лет 10. С днем рождения, дочери. Спасибо вам большое. Привет из Курска. Из Кирова. Я вас люблю, ценю. Привет из Ульяновска. Спасибо. Осетии привет. Любим вас. Приморье Черниговка. Самое лучшее. Привет из Ростова. В Германии. Привет. Но мы с вами увидимся в следующем году. Уже не так много времени осталось. Это очень красивое. Спасибо. Самая чудесная женщина. Привет из Баку. Украина. Лола. Привет. Пятигорск. Брест. Тверь вас обожает. Спасибо. Ну, конечно, 14-го в Питере. Ну, конечно. Это уже моя традиция. А мне от сына-инвалида отказываться приходится. Не справляюсь. Ну, знаете что, я единственное что, чтобы мы все вот поняли, какому стрессу вы себя подвергаете, я бы вот тут смайлики не ставила. Потому что это касается человеческой боли. И что значит отказываетесь? Если вы должны работать и обеспечивать и сына, и себя, и семью, и если не повезло с партнером по жизни, и у вас еще на иждивении кто-то есть, то тогда есть такие заболевания, где есть специальные медицинские центры, где находятся дети, и там с уходом им гораздо лучше. Поэтому, может быть, и вы будете тем самым человеком, который никогда не будет забывать про своего ребенка, и вы будете туда ходить, но вы будете помогать врачам и морально глазам ребенка. Здравствуйте. Привет из Воронежа. Украина. Люблю вас. Ты крутая, дай бог силы и здоровья. Лоу. Ты наше эстраде самое-самое замечательное. Без листья. Вот я честно, искренне считаю всех моих коллег замечательных. И я, когда долго кого-то не вижу, начинаю скучать. Вот когда вместе на гастролях, мне как-то всегда тепло. Когда турами, сольными все ездят, все равно созваниваемся, и все равно они у меня все замечательные. И, кстати, всем пишут то же самое, потому что у каждого артиста есть свой поклонник, который обязательно ему скажет, ты самый лучший, ты самая лучшая, ты самый красивый. И счастье, что так артистов распределили вы сами, ваша душа. Дочка такая милая ваша. Москва вас любит. Привет, Савкартина, Балкария, Соскутин, Краснодар, Украина. Савкартина, у меня Павитаня. Доченька, часто сейчас пошла скакать лента. Ростов вас ждет. Не могу дочитать до конца. Привет, Хабаровск. Привет, Грузия. Донецк. Так, Воронеж. Как вам прием Новосибирский? Потрясающе. Вообще, во всех городах приемы потрясающие. Ну, я не могу сказать, знаете, вот это плохое, конечно, фраза. Я привыкла, что каждый мой концерт, зритель принимает овациями стоя, я пою на бис. Когда есть силы или если поезд, не сразу после концерта. Поэтому биску привет большой. Ты клевая, Лола. Я год отходил от разбода. И зря. И зря. С психологом все это быстрее. И надо заниматься саморазвитием. Поверьте, все, что отлетело, туда ему и дорога. Вот, понимаете, когда люди пишут, от фатальных случаев отхожу долго. Когда действительно потеря фатальна. И много лет незаменима или вообще незаменима. Я понимаю это чувство горя. А когда, ну, не совпали, и еще раз говорю, люди имеют право не совпадать. И люди сразу видят, абсолютно сразу, с кем они хотят построить то, что может впоследствии называться или семьей, или отношениями. Все понятно с первой фразы. Так что давайте договоримся. Я себе никогда не вру. Я и в этих отношениях не врала. И в дальнейших врать не буду. Только теперь я еще более прямолинейно в высказываниях по отношению к тем, кто добивается, ну, я не знаю, руки пока нет, но сердце и мозгов. Ну, и каких-то других органов, надеюсь, тоже. Так, что в депрессии? В депрессии я не поняла. Когда в серву, пусть все отмены после депрессии были. Слушайте, значит, концерт отменялся, потому что на два концерта аппаратура, к которой мы договаривались, она поломалась. Есть качество концерта. Извините, у меня подзарядка упала. Есть качество концерта. Когда качество концерта будет хромать, я его отменяю. Когда невозможно заменить качественную аппаратуру, я его отменяю. Поэтому, вот сейчас у нас идет тур, нет никаких отмен, ничего, потому что аппаратура того качества и заказанная, правильно, моим звукорежиссером. Там, где зритель выходит из зала и говорит, и аплодирует звукорежиссером, и говорит, спасибо, такого звука давно не слышали, как пластинка, и иногда интересуется, у вас не фонограмма. Вот такие концерты у меня всегда будут проходить. А там, где вот тут мы вам ящик поставим, тут гарабинушку поставим из досочек, я себя уважаю. И таких концертов не будет. Будет лучше перенос, а потом правильный концерт. Какой мужчина вам нужен? Я уже говорила, какой. У меня большой список требований. Нужен, нужен, правда. Нужен. Но я дождусь. Я дождусь. Я больше не ем с пола. Так, Валита, привет. Так, тапочки. Как вас? Обожаю. Приезжайте в Одессу. Так, вы лучше. Хабаровский край. Вы уже у нас в Омске? Да. Я в вашей гостинице в Омске. Через 7 минут уже иду на площадку. Так, что-то опять про Олю мне написали. У меня любовь зла. Послушайте, любовь не зла, и любовь не любит козла. Это то, что с вами происходит иногда. Люди берут от страха остаться одной, или просто человек занят настолько, что у него нет сил и времени на кастинг. Он берет и мужчины, и женщины. Первое, что добивается его внимания. Поэтому все давайте говорить друг другу правду. Так, надо шевелиться. Так, я вас целую. В артистическом не принято говорить об отсутствии таланта, в артистическом мире. Вы знаете, что между собой мы можем обсуждать любые вещи. Не принято выносить их на обсуждение, скажем, за рамки. Мы можем говорить не об отсутствии таланта, можем говорить о том, что не хватает энергетики, или человек еще, если там молот, например, не вырос еще в артиста, но это будет, это позже. Ну, то есть, как бы подвергать друг друга разбору, мы делаем, у нас нет такого, чтобы мы... Но это не называется сплетни и зависть. Наоборот, если у кого-то классная песня, то все друг друга поздравляют. Если не очень, тактично молчат. И кулуарно это можно обсудить. Что жалко, что... Вот нет, нет, вот сейчас еще не та песня, с которой происходит взрыв. Это происходит с каждым артистом. Поэтому какая-то сволочь много лет назад сказала, что у нас клубок целующихся змей. Могу сказать, что глубокая ошибка, глубокая. Настолько у нас наше сообщество артистическое маленькое, что у нас даже не возникает желания терять друг друга. Мы друг другу очень помогаем. Поверьте, очень сильно. Счастье вам заслуживает быть счастливой. Это кто-то какую-то гадость про сиськи пишет. Ну вот, ты все крашу, восхищай, спасибо. Беларусь. Беларусь в тур обсуждается. Доченьки, ваше здоровье. Спасибо большое. Ташкинка, счастье прямолинейностью. Спасибо большое. А смысла нет быть не прямолинейной. В себе же дороже. В себе накапливаем какой-то негатив. И выходит это потом черти во что. Теряем здоровье, теряем нормальный сон, нормальное желание кайфовать от жизни. Поэтому не надо. Если что-то не устраивает, надо, во-первых, правда говорить все и сразу, а лучше не ввязываться. Два-три раза сказал до свидания. Все имеют право не подходить друг к другу. Не ожидала, что поете без бэк-вокала. А зачем мне бэк-вокал? Не поняла. После концерта у вас можно получить автограф. Бывает, что можно, если поезда нет сразу. Так, я после концерта отдыхаю час. Поэтому прошу прощения у всех поклонников. Потому что иногда, и сейчас бывает холодно, и люди стоят, ждут. А я, честно, я очень сильно устаю. Поэтому я час не выхожу из гримерной. И сижу просто отдыхаю. Так, привет из Петербурга. Все, за мной пришел Алексей. Это говорит о том, что Сашу, пожалуйста, на корову с днем рождения. Поздравляю. Леша, пожалуйста, не занимайся ерундой. Ты выключил свет. Леша, немедленно включи свет. Включи свет, Леша. Ну вот пришел Леша. На две минуты раньше положенного. Пришел и вырубил свет. И я не успела попрощаться. Вот. Поэтому искренне желаю всем здоровья. Всех именинников, всех скорпионов со скорпионами, нашими тараканами. И с праздниками, вот, долгих лет всем. Я пошла на распевку. И пока.